Друзья мои, еще раз добрый вечер. 12 марта сегодня. Блогер из Перми, сотрудник КГБ, бывший Бессонов РСБ. Друзья мои, ну вот тема Украины очень актуальна, потому что еще почти что... Ну, эта кампания продлится, я думаю, что до лета. И вообще, так сказать, страшные вещи, когда воюют два брата. Это гражданская война, так сказать, два... Это всегда катастрофа, потому что, ну, мы должны жить в мире. Я служил с ребятами-хохлами. Великолепные ребята, самые теплые вспоминания. Люблю и уважаю всех. Я не могу себе представить, что я Саша Кухаренко и Львова Диды, когда буду сидеть в разных окопах, этого не может быть. Но тем не менее. Вот для чего ведется война, как правило? В ходе войны, кстати, правители, руководители часто очень меняют политическую систему. Вот если провести аналоги, то Сталин, например, за годы войны фактически 12 лет не собирал. С 39-го года по 52-й, 13 лет не собирал съезды партии. То есть фактически партию устранил от управления страной. Он в 41-м году, в марте месяце избрался премьер-министром. И в годы войны был министром обороны. Более того, с 34-го года был ликвидирован пост генерального секретаря. То есть партия, де-факто, при Сталине была отстранена. Почему? Потому что реальные угрозы переворотов, изменения, в том числе и военных переворотов, Сталин как вождь, как лидер, он видел именно внутри партийной элиты. И, кстати, только Чешкин действительно готовил переворот. Об этом даже уже не то и не сомневается, из историков и специалистов. То же самое и здесь. Путин прекрасно понимает, что в созданной системе ему достался вот этот олигархат, который фактически управлял страной, через американца, через офшоры. Но он поставил задачу, что стране нужен царь. То есть в стране может быть только диктатор, вождь. Этим вождем он назначил себя. Как следствие, ему нужно фактически разобраться, пусть руками из Запада, с олигархами. Все, так сказать. Сейчас он произведет конфискацию капиталов олигархов на войну и так далее. И олигархи, вот эти крупные группировки вокруг Путина, они тоже понимают прекрасно, они не могут жить в таком положении. Потому что неизвестно, что будет завтра. Ты проснешься, окажешься в тюрьме, у тебя все заберут и так далее. Ей нужны какие-то гарантии. Но тем не менее за спиной Путина стоит патрушку, стоит военный блок. Его люди, которые, в общем-то, четко ставят вопрос, стучат под стол и говорят, все, заканчивай с ними, заканчивай с этими олигархами. Ты вождь, ты глава страны, ты, так сказать, и делай, что хочешь. Ну и вот сегодня под разговоры о войне на Украине, они уже в первом чтении приняли закон об электронном голосовании. То есть фактически выборов в стране не будет. То есть они там цифры любые напишут по электронному голосованию, ключей ни у кого нет, и фактически выборы все отменены. То есть, по сути дела, после войны с Украиной, а я уже говорил, что не исключаю возможность применения ядерного оружия, ядерных снарядов и так далее, в случае, если, так сказать, наступление будет проваливаться, совершенно не исключаю такой возможности. И после войны с Украиной мы получим уже совершенно другую систему, уже даже не авторитарную, а просто систему анархии. Монархию с одним человеком, лишенный вообще каких-либо перспектив общественной жизни, политической жизни, конкуренции, выборов, критики. Вот такая перспектива нам сведет. Ну вот так. Спасибо, Ваш Бессонов, Алексей Борисович.